МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тюмени наградили лучших работодателей тех, кто привлек к труду молодые руки. Более 200 предприятий в этом году предоставили свыше 10 тысяч рабочих мест подросткам. Их трудоустраивали официально через Центр занятости и городской многопрофильный центр. Подробнее о том, где могут поработать и заработать школьники Тюмени, расскажет гость программы у нас в студии ведущий специалист сектора дополнительного образования детей Комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Кристина Плоскова. Кристина, приветствую. Здравствуйте. В конкурсе работодатели победила компания «Уралстрой». И победили почему? Потому что они 400 детей трудоустроили. Вот по какому принципу компанию победителя выбирали? По наибольшему количеству созданных рабочих мест в этом году. Чем подростки занимались? В основном подростки занимались благоустройством территории нашего города. В этом году это особенно актуально, потому что город Тюмени отметил свой 430-летний юбилей. Вот, Кристина, ты говоришь о том, что компанию выбрали по количеству трудоустроенных детей. То есть шансы победить в конкурсе есть только у крупных компаний. А если компания небольшая, да, для них и 20 человек трудоустроить, это очень много. Но они все равно участвуют в конкурсе? Да, конечно, они участвуют. Мы их отмечаем признательностями. Мы в дальнейшем стараемся с ними сотрудничать, потому что социальная значимость трудоустройства из года в год растет. Это не только предупреждение правонарушений и безнадзорности, но и профориентация и адаптация в обществе и на рынке труда. Ну и вообще, сегодняшние подростки – это завтрашний кадровый потенциал нашего города. Поэтому в этом заинтересованы и работодатели, и мы. Ну вот этот работодатель, вот как Уралстрой, есть какое-то нарядное количество детей, которые бы они хотели трудоустроить? Вот каким образом с работодателями хочется понять взаимоотношение у вас? Ну они, конечно же, исходят из своих возможностей. В начале каждого года в рамках плана совместных действий Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района администрации города Тюмени определяются те плановые показатели, скажем так, возможности трудоустройства на предстоящий год. Информация о вакансиях, как предприятия бюджетные, так и в небюджетной сфере, находится в центре занятости, куда в течение года может обратиться каждый подросток, получить направление на это предприятие и трудоустроиться. А вот работодатель может высказать свое желание, например, мне бы хотелось, чтобы ребята, которые в прошлом году, обязательно были. Могли бы вы этих ребят пригласить, да, поскольку они уже в курсе, как работать, что делать, что не делать. Или наоборот, могли бы вы вот этих ребят к нам не отправлять, мы остались недовольны. Ну, как правило, дети с огромным удовольствием идут работать, потому что трудоустройство все более востребовано, формой занятости становится для подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Поэтому они стараются, они стараются проявить себя с прицелом на то, что они снова вернутся на это предприятие. Ну, конечно же, есть у работодателей свои пожелания. Они сотрудничают активно как с учреждениями дополнительного образования, так и с общеобразовательными школами города Тюмени. И ежегодно предлагают подросткам вновь, которые у них ранее работали, трудоустроиться на их предприятиях или учреждениях. А практика такая есть, что дети действительно из года в год работают на одном и том же предприятии? Да, конечно. Вот ярким примером является Уралстрой, потом Перестройка, которая сотрудничает с 70-й школой. И ежегодно дети из 70-й школы, часть из них повторно трудоустраиваются. Потом у нас в отрядах мэра ежегодно трудоустраиваются дети от 14 до 18 лет, порой на одни и те же виды деятельности. Ярким примером у нас является девушка, которая уже совершеннолетняя, которая уже получила высшее образование, которая с 14 лет, это 2004 год, начала свою трудовую деятельность в отрядах мэра. В качестве работника детского экскурсионного бюро «Любимый город». Она работала ежегодно, на всех сменах. Достигнув 18-летие, она стала бригадиром детского экскурсионного бюро «Любимый город». Закончив Тюменскую государственную медицинскую университет, она поняла, что все-таки ее призвание – это педагог. И она вновь вернулась в нашу сферу. В настоящее время работает педагогом дополнительного образования в центре «Бригантина», является руководителем студии «Любимый город», где вместе с детками изучает историю города Тюмени, разрабатывает новые экскурсионные маршруты. И в летний период детки, подростки в возрасте от 14 до 18 лет трудоустраиваются именно по данному направлению. Но она получает второе образование. Да, при этом она получает в настоящее время высшее образование, педагогическое. И собирается работать по призванию. То есть это такая профориентация получается неплохая. Это настоящая профориентация, это возможность каждому подростку определиться с выбором будущей сферы деятельности, а для некоторых подростков даже и с выбором будущей профессии. Для школьников интерес понятный. Профориентация, что немаловажно, ну и, конечно же, денежный момент. А для компании? Я бы, к примеру, не взяла бы подростков работать, потому что понимаю, что это очень большая ответственность. Да, это, я согласна, это очень большая ответственность. И предприятия, многие берут на себя эту ответственность. Конечно, в силу нестабильной социально-экономической ситуации в нашей стране, активность предприятий снижается, но мы активно с ними сотрудничаем. Активно привлекаем к мероприятиям временной занятости, потому что все это наша общая задача. И в первую очередь это профилактика социальных явлений в подростковой среде. Конечно же, это и помощь и самим предприятиям, потому что предприятия, многие, которые уже на протяжении нескольких лет трудоустраивают подростков, они уже рассчитывают на этот труд. Вот, они с ними взаимодействуют хорошо. Для подростка это опыт трудовых отношений с работодателем. Крое, кроме социальной такой составляющей, какие еще плюсы для работодателя? На развитие предприятий выделяется какая-то поддержка. То есть предприятия в минусе точно не остается? Ну, не все. Многие предприятия самостоятельно готовы трудоустраивать подростков, принимая участие в конкурсе «Растим смену», тем самым, который ежегодно проводится на территории города Тюмени и выявляет лучших работодателей. Многие предприятия даже в течение нескольких лет борются за пальму первенства и остаются в лидерах, например, как «Уралстрой». Очень приятно, что многие предприятия впервые приходят, впервые выступают в качестве работодателя для подростков и также принимают участие в конкурсе «Растим смену» и занимают призовые места. Для них это тоже стимул. А за работную плату кто платит? Это предприятие? Да. Вот у нас в течение года трудоустраивается более в этом году уже 11 тысяч человек, что на тысячу больше показателей 2015 года. Трудоустройство осуществляется как с участием центра занятости, то есть поддержкой центра занятости, так и без участия. Вот с участием центра занятости работодателем является как многопрофильный центр, который трудоустраивает в отряде мэра, а также предприятия в небюджетной сфере, которые трудоустраивают на своей базе, то есть являются работодателями, платят заработную плату подросткам. И дополнительно подросткам, трудоустроенным на предприятиях, бюджетной и в небюджетной сферы, выплачивается поддержка центра занятости за пропорционально отработанное время. И тем самым заработная плата подростка увеличивается. А заработная плата отличается в зависимости от того, какую ты работу выполняешь, какой функционал и в какой компании работаешь? Заработная плата отличается в зависимости от формы собственности предприятия. Если это бюджетное предприятие, то минимальный размер оплаты труда на бюджетном предприятии составляет 7700 рублей. Исходя из этого показателя рассчитывается заработная плата. И в среднем подростки на бюджетном предприятии получают 2500-2600. Но это за две недели работы. Если это внебюджетное предприятие, то минимальный размер оплаты труда составляет до 1 сентября 2016 года 9300. В настоящее время это 9950. То есть на внебюджетном предприятии зарплата выше в среднем на 500 рублей. То есть в пределах 3000 получает каждый подросток на внебюджетном предприятии за две рабочих недели полностью отработал. Наиболее известная форма трудоустройства детей, мы уже начали об этом говорить, да и всем известная, это отряды мэра. Но ведь не только у нас существуют отряды мэра, существуют и другие предложения для подростков. Помощники кондукторов, помощники сотрудников ГИБДД, библиотекари. Кем еще могут поработать подростки? Ну вот в отрядах мэра в этом году число видов деятельности достигло 35. Новыми из которых стали помощник реставратора и помощник экскурсовода в центре профориентации, где подростки не только получили информацию, а познакомились с различными видами профессий. Но и передали свои знания на экскурсиях детям из детских оздоровительных герей с дневным пребыванием. Помощники реставратора занимались реставрацией экспонатов, найденных в местах боевой славы поисковиками. Это все отряды мэра. Также традиционными остаются помощники по благоустройству. Традиционными видами деятельности остаются и востребованы помощники библиотекарей, помощник инспектора ГИБДД, помощник медрегистратора, помощник методиста-инструктора по туризму, очень интересный вид деятельности. Социальная бригада связь поколений, где подростки оказывают помощь ветеранам войны в прополке огородов, уборке дома, мытье окон и так далее. И принимая детей на такие виды деятельности, мы решаем проблемы не только трудового воспитания, но и патриотического воспитания. То есть в рамках отрядов мэра большой выбор деятельности, большой вид выбора работ. В течение же года трудоустройство осуществляется на предприятиях также вне бюджетной сферы, где предлагаются помимо основного вида деятельности благоустройства, такие виды, как интересные, как курьер, помощник контролера, качество. Надо сказать, что для подростков не просто работа и заработок, профориентация, но еще есть возможность быть отмеченным за свои успехи. По итогам трудового лета ежегодно отмечаются лучшие подростки, которые проработали не менее трех смен, проработали полностью, не пропустив ни одного дня. И по голосованию своей бригады, скажем так, призваны самыми активными, лучшими. И в 2016 году на закрытии фестиваля трудового лета 2016 20 лучших подростков награждены путевкой в загородный центр на осенние каникулы. И с 30 октября по 5 ноября эти подростки отдохнули в загородном центре «Остров детства». Но это добросовестные работники. Мы знаем, что работники бывают разные. По каким причинам вы можете отказать ребенку в трудоустройстве? И можете ли? Бывает ли такое? Ну вот организации, да, организации могут сказать об этом. Что мы не хотели бы вот этих ребят видеть, потому что причину вызывают. Ну, таких прям вот явных причин нет. Единственное, что неполный пакет документов. Потому что у нас официальное трудоустройство осуществляется с подростками, заключается срочный трудовой договор. И мы, как работодатели, должны соблюсти все требования законодательства. А что если ребенок работать не хочет? Например, я пришел сюда, потому что меня родители отправили. Или вот в моей практике был случай, когда я работала бригадиром, и мне было четко сказано о том, что вот это дети из детского дома, твоя задача удержать их во что бы то ни стало. А дети работать не хотели, дети прогуливали. Вот как поступаете в таких ситуациях? Вообще бывают такие ситуации? Ну, вот явных таких ситуаций не было. Но есть дети, которые просто работают не полный период, несколько дней отработаны. Но это очень мало, потому что, я говорю, что у нас сейчас трудоустройство, к сожалению, не всегда даже мест хватает в отряда мэра. Но мы просто рассчитываем ребенка за пропорционально отработанное время. То есть заставлять насильно работать никто не будет, просто прощайтесь и говорите, ну, хорошо, да. Мы ему даем возможность выбора, мы с ним взаимодействуем, мы с ним разговариваем, мы выясняем причину, может быть, что-то неинтересно, может быть, что-то можно поправить, да. Может быть, ему интересен другой вид деятельности, да, в будущем. Все-таки стараемся как-то проводить вот это трудовое воспитание и давать все-таки возможность ребенку поработать, почувствовать, что такое заработанные деньги. А бывает такое, что родители заставляют? Ребенок не хочет. Вы знаете, не сталкивались вообще очень редко. Как правило, нет. Как правило, нет. Нет, если раньше мы ориентировались на поиск детей, да, для трудоустройства, то сейчас мы ориентируемся на поиск предприятий, работодателей, потому что количество подростков готовых трудоустроиться гораздо больше, чем количество предлагаемых вакансий. И в связи с этим с 20 по 22 октября 2016 года мы выступили инициатором, Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени выступил инициатором участия отрядов мэра в одном из этапов ежегодного конкурса, то есть выставки «Тюменская марка», где специалистами многопрофильного центра была презентована программа отряда мэра, а также проведено анкетирование среди участников выставки как от 14 до 18 лет, так и работодателей о востребованности временного трудоустройства и о желаемых видов работ новых. И по итогам вот этого анкетирования мы выявили о том, что, естественно, трудоустройство востребовано, и хотелось бы многим подросткам попробовать себя в таком виде деятельности, как помощник мастера деревообработки и помощник швеи. Это вакансии, которые будут открыты уже в следующем году? В настоящее время мы рассматриваем возможность открытия вот этих вакансий на предприятиях, которые принимали участие в выставке «Тюменская марка». Потому что вот те предприятия, которые, скажем так, могут предложить эти вакансии, например, Плюшевый рай, они были участниками данного конкурса, выставки «Тюменская марка». Поэтому мы сейчас налаживаем с ними взаимодействие и с удовольствием готовы предложить эти виды деятельности в 2017 году. Будем готовы. Если нас сейчас смотрят руководители компаний, больших, маленьких, средних, неважно, вот появилось у них желание сейчас кого-то пригласить поработать. Вот каким образом это надо, в центр занятости идти или к вам в многопрофильный центр? Ну, во-первых, они могут дать повзаимодействовать с нами, дать информацию, что они готовы трудоустраивать подростков в предстоящем году. Потом повзаимодействовать с центром занятости на получение подростками поддержки центра занятости. То есть предприятие может заключить договор с центром занятости, оговорить то количество детей, подростков, которые готовы в течение года трудоустроить. И благодаря вот этому взаимодействию все трудоустроенные подростки дополнительно к заработной плате, выплаченной предприятием, получат поддержку центра занятости. Это дополнительные финансовые средства. Для детей вообще является ли стимулом то, что они по прошествии какого-то времени, когда уже будут учиться в учебном заведении, смогут работать бригадирами? Это стимул? Да, это стимул. У нас осуществляется трудоустройство не только подростков от 14 до 17 лет включительно, но и молодежи старше 18 лет. Для них особые условия, требования? Ну, для них одним из требований является педагогическое образование или педагогические навыки. То есть это очень важно в работе с подростками в качестве бригадира. Потому что бригадир осуществляет функции по обязательному... Так, сейчас я... По сопровождению, наверное, да? По сопровождению, да, процесса... Табелирование опять-таки бригадира. Да, это табелирование, это дисциплина, это проведение инструктажей по технике безопасности. Кристина, вот ты говоришь о том, что обязательное условие – это образование. Педагогическое образование, да. То есть если молодой человек учится на автослесаре, но у него прекрасные организационные возможности, способности, он не сможет бригадирам устроиться? Ну, мы рассматриваем все варианты. Это при собеседовании, конечно же... То есть таких жестких требований нет? Прямо сильно нет, но желательно, чтобы у бригадиров было педагогическое образование. Заработная плата отличается у бригадиров? Да, конечно, она чуточку выше. У них время работы ежедневцы составляют уже не 3, а 4 часа. Вот. И, конечно же, заработная плата у бригадиров выше. Им дополнительно начисляется премия. Вот по поводу профаверентации, на твой взгляд, насколько она эффективна благодаря трудоустройству в подростковом возрасте? Трудоустройство дает возможность в подростковом возрасте, ну, во-первых, познакомиться с существующими видами профессии, с предлагаемыми видами. Попробовать на себя в качестве работника по тому или иному виду, потому что многие дети, они же с детства, вот я хочу быть врачом, я хочу быть инспектором, я хочу быть педагогом, да, или я хочу там мероприятия проводить, да, организатором досуга быть. И это дает возможность ребенку проверить себя, свои возможности, насколько он справляется с этим видом деятельности и насколько это близко ему, и определиться, нужно ему дальше продолжать ориентироваться в данном направлении, уровне повышать свой профессиональный, да, скажем, уровень, проходить дальнейшую профориентацию, или попробовать уже себя в другом виде деятельности, то есть это возможность поиска себя, да, в профессиональной сфере. Приходят и работают, если понравилось, на одной и той же работе, допустим, в течение нескольких лет, либо в течение лета, или в течение учебного времени постоянно меняют. Вот какая тенденция? Пробуются менять, либо где-то на одном месте работать? Конечно же, детки разные, а есть которые прям вот стабильно на протяжении всех смен, на протяжении нескольких лет работают. Например, у нас есть пресс-центр «Спектр М», они хотят быть журналистами. Они в процессе работы, они приобретают какие-то профессиональные навыки, они видят результаты своей работы. Вот, в частности, в 2016 году силами ребят ежемесячно после каждой трудовой смены выпускался электронный номер газеты, а по итогам всех трудовых смен печатный номер газеты выпущен. И в итоге отрядов мэра, трудоустройства, о жизни трудовой подростка в течение всех смен. Также подростки снимают фото-видео материалы, вот эти материалы также размещаются в соцсетях. Но тенденция какая? К тому, что дети на одном месте работают все-таки или больше меняют? Вот хочется понять. Кто-то работает на одном месте, и многие даже твердо определяются, что да, я хочу быть журналистом. А кто-то ищет себя, допустим, поработал на одном виде деятельности, ему хочется попробовать все, чтобы потом выбрать. То есть не до конца кто-то определился. Вот по твоим наблюдениям, понять, каких детей больше нет такого? Просто разные? 50 на 50? Разные, конечно, конечно, разные. Какие направления наиболее популярны у детей? И вот в связи с чем? Если заработная плата одинаковая? В бюджетных организациях, в отрядах мэра, в отрядах мэра заработная плата, конечно же, одинаковая, выплачивается за пропорционально отработанное время. То есть если ребенок полную смену от работы, он получает полную заработную плату вместе с поддержкой. Если несколько дней или по каким-то причинам заболел или еще что-то, то он за пропорционально отработанное время получается. А вот направления-то какие интересные? Виды деятельности, да. Ну, одними из самых востребованных это остаются помощники библиотекарей, помощники медицинских регистраторов. Это творческая бригада «Кураж», детское экскурсионное бюро «Любимый город». То есть дети работают помощниками организаторов досуга. Крисия, то есть что все направления перечислила? Это вот наиболее такие яркие, интересные. Ну, а вообще вот такого прям, вот явно вот на каждое направление есть своя аудитория, скажем так. Есть спрос, есть предложение. Желающие, да. И на многие направления просто очень рано заканчиваются места, и не всегда есть возможность всех деток взять. Традиционным остаются, конечно же, помощники по благоустройству, которые ежегодно приводят наш город в порядок. И не только центральные районы, но даже самые отдаленные территории. Рекомендации. Поселок Пазарова, Березники и так далее. Рекомендации в заключении беседы. Рекомендации для детей и родителей. Если сейчас вдруг кому-то захотелось поработки, а это, к счастью, возможно сделать. Какие рекомендации? Во-первых, настроить себя на то, что ребенок хочет поработать, на том, что это ответственный шаг. Это для кого-то первый опыт трудовых отношений с работодателем, который требует оформления определенных документов, заключения договора. И шаг – это обратиться в центр занятости с возможностью, с пожеланием трудоустроиться. Либо обратиться в учреждение бюджетной сферы. То есть в зависимости от того, где ребенок хочет поработать. Ну и в дальнейшем специалисты уже расскажут весь алгоритм дальнейших действий. Но это также еще возможность, я хотела сказать, скажем так, повышение правовой грамотности подростка уже в таком возрасте. То есть трудоустраиваясь, ребенок проходит вот этапы этого оформления, узнает какие-то нюансы. Это, конечно же, будет помогать будущему. Спасибо. Это была программа «Объективный разговор». На сегодня все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова